Ну что, ребятухи, всем огромный привет! Сегодня мы с вами немножко поиграем, как вы поняли, на моём остальном аккаунте. И, по ходу дела, сегодня будет последняя серия именно по нашему поднятию до 4600 трофеев, а именно попытке апнуть эти самые 4600. Именно по сегодняшнему выпуску мы с вами поймём, сможем ли мы в итоге конечном апнуть эти кубки или нет. Я записываю, опять же, ребятухи поздно ночью, поэтому уже до конца самого сезона остаётся буквально менее даже чем 10 часов. 9 часов 53 минуты. В общем, мы с вами сегодня немножко поиграем, и судя по тому, что именно получится у нас к концу выпуска по трофеям, я сделаю для себя вывод, есть ли смысл продолжать. Если мы, допустим, останемся на тех же самых трофеях или сольёмся ещё ниже, то я пойму, что смысл продолжать нет. Если мы будем сидеть на 4500, допустим, 20, ну хотя бы 10, то есть 4500+, я попробую сделать ещё один трайп и играю либо, опять же, на запись, либо, опять же, вне записи. Поэтому, ребятухи, вот такие вот дела, так что давайте, собственно, чекаем, что у нас тут интересно в магазине. Вот в магазине есть немножко годноты, давайте купим рыцаря, торнадо, и, наверное, на этом всё. Также, ребятухи, кинем запрос, запрашиваю я сейчас, ну, запрашивал. Мега-миньон, а сейчас, я думаю, как варик можно... Да я даже не знаю, на самом деле, что... Ну, давайте, допустим, коллектор до 9-го левела, чтобы у нас можно было добить, чтобы такая возможность была, я его, в общем-таки, и запрошу. Ну что, ребятухи, я, в принципе, готов, поэтому погнали. Погнали, собственно, получается в наш первый бой, и посмотрим, что у нас тут получится. Самое что главное, я понял то, что, ребятухи, без 12-го левела вообще, на самом-то деле, довольно тяжеловато будет взять и апнуть А4-600, потому что здесь, как правило, все... Все, кто сидят на этих самых трофеях, у них 12-е левела, и это напрягает. Да ладно! Если я правильно понял, что это за колода... Пека, Палач, Торнадо, вот эти вот принцы и прочее... Ух тышкин! В общем, друзья, Если я действительно правильно понял, что это за колода, то все довольно печально у нас с вами, я вот так вот вам скажу. Но если я все-таки ошибся, я буду этому рад. Как вы поняли, люлей нам сейчас немножко прилетело, и как вы понимаете, чтобы вытащить данный катетч, походу попотеть придется очень даже нифигово, потому что вы сами, ребятухи, прекрасно видите, что это Пека. А у нас гигант. И я думаю, все прекрасно догадались, то что это просто к нашему огромнейшему, просто нереальнейшему, к сожалению, огромная проблема. Это просто нереальная проблема, я не знаю, друзья мои. Что здесь нужно сделать, чтобы просто-напросто взять и вытащить эту катку, когда вот такая вот, ну, правда, если честно, очень-не очень ситуация, потому что я кидаю гиганта, пацан кидает Пеку, Пеку убивает гиганта и переходит еще при всем этом деле в контратаку. Это, это правда довольно большая проблема, и что с этим добром делать, ребятухи, я реально без понятия. Поэтому надо сейчас будет что-то придумывать, надо сейчас будет что-то мутить. Я попытался сделать заход на левый фланг, как вы поняли, он обломался, и я думаю, что все это прекрасно поняли, и что мне сейчас-то делать? Вот это вот, наверное, тоже такой вопрос, один из самых главных. Фаербол ваншотище, да? Ну, естественно, естественно ваншотище, а как иначе-то, друзья? Я не знаю, что делать, ну, Лола, ты контр-колода, сплэш, Пека, я, я правда, сегодня на полном серьезе, говорю сейчас вам без шуток, без рофла, я без понятия, что мне тут такого надо вытворять, чтобы взять и вытащить этот карточек, как бы, ну, я тупо не understand, серьезно. Наброшу вот такой вот поезд, для того, чтобы потравить Пеку, но самое главное, для того, чтобы потравить именно, получается, его мушкетера, далее даю вот таких вот гоблиносов, которые сейчас и немножко отвлекут, и заодно на бревно забайтили, и в целом вроде как получилось, ну, относительно неплохо. Так, ночная живи, пожалуйста. Спасибо, да, ночная выживает, но при этом фаер, мы все равно, ребятухи, ловим мега неприятные. Полетел тогда вот такой вот поезд, с нашей стороны, я накину еще и луков, но, как вы понимаете, это что-то как-то, походу, бессмысленно. Ну, мне так, по крайней мере, кажется, потому что профита от этого, я вообще не получаю, ну, я не знаю, ребят, ну, серьезно, ситуацию я понимаю, насколько все, черт возьми, печально. Это просто, это бред. Я, я, я реально, я не знаю, что тут нужно делать для того, чтобы вытащить этот бой серьезно. Я, правда, я смотрю за ситуацией в целом, и мне хочется плакать. Вот серьезно вам скажу. Давайте я сейчас попробую пушануть слева. Вроде как очень даже неплохая атака. Типа у нас получается отличный урон. Мы с вами выдали, но что-то как-то я сомневаюсь, то, что этого урона нам в целом хватит. Блин, еще и фаербола. Дракончик выжил. Ну, кайф, реально. Давайте я, наверное, немножко отвлеку. Я чувствую сейчас кирдык от ракеты. Нет, мы немножко, конечно, выжили, но стрелы нам это дело, как говорится, все вмиг просто попортили. Братан, ну, вот, ну, ну, вот, что он радуется? Ну, вот, что я тут мог сделать? Чертова пека. Ракета. Четыре заклинания. Четыре, Карл. Стрелы, фаер, ракета. Блин, блядь. Это полная жопа, серьезно. Это, правда, полнейшая жопа. Кстати, вот то, что сейчас нам попался 11 левел, это довольно необычно, потому что я уже что-то как-то отвык на этих кубках, видите, 11 левелов. То есть они попадаются, ну, прям мега редко, серьезно. Это, как знаете, что-то подобное, как, допустим, на 3200 встретить 9 левела. То есть, да, оно бывает, но, опять же, крайне редко. Поэтому, ребятухи, тут, ну, плюс-минус похожая ботва. Короче, братан, тебя мы должны делать. Инфосотка. Надеюсь, то, что его, ребятухи, мы выиграем без каких-либо проблем и вопросов. Далее тогда я выдаю вот таких вот мышей. Только, надеюсь, отлично. Господи, как же он, наверное, сейчас сожалеет о том, что постелил именно вот таким вот образом свой разряд. Так, офигенно, ребята. Урон просто шикарный. Забрали палачугу. Прям идеальный шахтер. Беспалевный урон. А ну, есть прям перфектные гоблины. Серьезно залетают обалденные. Пока все идет мега здорово, мега классно, ни к чему не придраться. Вышка дамажится прям шикарно. Мы ее, конечно, не снесем, но буквально немножечко нам не хватит. Но в любом случае, как вы сами, ребят, понимаете, урон прошел. Реально будь здоров. Рыцарю Кирдык. Вышку продамажили. Все, правда, каефно. Далее тогда делаем вот таким вот образом, получается. Ну, надо же законтрить. И предлагаю вам, ребятухи, чтобы вот эта вот самая ночная ведьма у нас не пропадала, а реализовать ее в контратаке на левой башне. Сейчас посмотрим, что получится из этого дела. Если получится хорошо, то шикарно, живем. Но что-то как-то меня немножко смущает, если честно. Вот этот вот самый палачег, немножечко так он напрягает. Так я попробовал его тут поизоном потравить. Вообще, на самом деле, без понятия, что из этого дела получится. Поизон травит бодро. Гигант дамажит тоже здоровски. Вопросов нет, но, как вы понимаете, нас сейчас с вами ждет контратака, поэтому в этом плане, ну, не особо-то как бы и хорошо все. То есть, вот все здорово, но вот это вот напрягает, конечно, единственное. То есть, вот что напрягает, так только, наверное, вот это так я вам и скажу. Все нормально. Пока дефимся. 860 хп слева, 302 хп справа. Все правда здорово. Мы все держим под контролем. Все замечательно. Вопросов нет. Капец, гром с двух рук не ваншотит гоблина. Обычного гоблина, Карл. Да, это жестко. Опять же, пошла ночная ведьма, пацан. Что-то, я не знаю, мне вот постоянно жалко. Ага, я понял вас, молодой человек. Уже не жалко, хотел сказать я. Как же мне жалко его хога. Он постоянно его пускает, и что-то постоянно этот самый хог особо-то как бы ничего и не делает. И фига, тут прям такой вот лютый заход от пацана. Так, не-не-не, братишка, лови разряд. Все, вышку мы, ребят, забрали. Вышку слева тут как бы тоже забрать. Особо не проблемно для нас будет. То есть, буквально один гигант там может быть под поезоном каким-нибудь. То есть, ну, допустим, вот так вот. Вот это просто элементарно. Так вот это делаем. Можно еще, допустим, сделать вот таким вот макаром. Рыцарь отвлекся, все замечательно. Вы гляньте-то, какой молодой человек, прям весь из себя опьясный. Давайте сделаем вот так вот. Урон, конечно, прошел по левой вышке. А нет, нормально, хотел сказать. Урон, конечно, прошел, но недостаточно. Нифига подобного. Все нормально. Все, как говорится, под максимальным контролем. Давайте сделаем вот таким вот образом. Я еще и накину вот этих вот товарищей. И шахтер сделает свою тычку, благодаря которой каточку, ребятухи, мы и затащили. Все нормально. Замечательно. 28 кубков, это здорово. Золотой сундук, который я сейчас прямо на открытии поставлю, потому что, опять же, просто по старой традиции жанра. Записываем ролик во сколько? Час 14. Да, это жестко. Все, ладно. Меньше слов, больше дела. Погнали, ребятухи, в следующий бой. Сейчас посмотрим, что у нас получится тут. И тут нас встречает Евген. Евген из Липецка. Кстати, если мы проиграем этому Евгену из Липецка, с нас довольно много. С ним это порядка 32 трофеев. А если же выиграем, дадут примерно 28. Да, это четко. Да, вот такие катки я обожаю. Вот когда вот прям несправедливость. Вот прям вот в полной мере несправедливость. Вот это я люблю. Вот это прям кайф. Ладно, Евген. Давай посмотрим, на что ты спас... Ой, чё-то элитками. Элитками пахнет русскоязычный игрок, бомбер. Ничего, как бы не имею против, ни на что не намекаю. Но правда попахивает элитосами. Хорошая, братан. Бревно, хорошая армия скелета. Вообще здорово, здорово. Ты придумал, если честно. На самом деле фигню какую-то он мутит. Мне так кажется. Мышки, мышки живут. Мышки пытаются, стараются выживать. Хороший. Хороший урон, ребята. Нормально. Ё-моё. Что это? Есть идея. Делаем вот так вот. Плюс вот так. Всё, нормально. Урон пройдёт. Будет неприятно. Но в любом случае жить будем. Блин, косарь 200 хп. Лол. Казалось бы, контрил. И тут... И тут вот такая вот фигня, значит. Да? Я понял. Я понял, ребятухи. Но я думаю, все прекрасно догадались, что катка будет не из лёгких. То есть попотеть здесь нам явно придётся. 1250 хп слева. Против его, 1950 хп. Тоже слева. Вопрос в том, чьи же хп всё-таки затащат? Ладно, ребятухи. Сейчас всё будет зависеть от того, насколько хорошо пройдёт этот заход. Очень радую то, что у пацана армия скелетов. Там не банда гоблинов, не какая-то подобная ботва, типа там миньонов. А армия скелетов, которая просто идеально ваншотится нашим разрядом. Вот это вот круто. И, кстати... Брёвна... Ух ты. Брёвна пацан метает. Если честно, ребята, крайне странные. Лови тогда разряд, дружище. Вот такой вот. Ой, шикарно. Ой, замечательно, ребята. Так как он просрал бревно, это наш шанс. Он сейчас, правда, может... Капец. А чё он так быстро до ледяных магов крутится? Меня это больше всего как бы удивляет. Всё как бы здорово. Там прям чётко, замечательно. Но он реально как-то в эре быстро прокручивается до этого самого дела. Меня прям даже как-то это удивляет, если честно. Так, ладно, ребята. Не смущаемся ни в коем случае. Балын, что ж я сделал? Зап как-то фигово потратил. Можно было немножко иначе постелить, и при этом это было бы гораздо успешнее. Но чё-то я, как говорится, ну, как обычный. Всё, всё... Ну, всё просрал. Во всём облажался в чём только мог. Да, это я. Да, всё, как говорится, по традиции жанра. Давайте... Ой, какой офигенный поизон. Самое главное, что по таймингу. Травим вышку, ребята. Дамажим всё это дело. И при этом сейчас ещё проведём заход. Потому что надо пользоваться. Надо пользоваться тем, что пацан тратит эликсир. Так, 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 отлично. Вроде нормально, вроде неплохо. Но мне, по крайней мере, так хочется думать. Давайте я сейчас, наверное, подготовлю разряд для армии скелетов. Так, армии скелетов пока не видать. Гиганта можно хотя бы немножко урона? Красава, бро. Уважение, респект, почёт, на самом деле. Так, что ж нам с тобой делать-то, братишка, братик? Давайте, ребят, накину грома. Всё нормально. Всё пока под контролем, более-менее. Я пытаюсь всё это дело контролировать. Давайте гоблины вот так вот сделают. Оп. Почти идеально. Ночная ведьма принимает урон. Балын! Как же сейчас глупо, глусно вообще вышло. Очень глусно, очень печально. Так, ладненько, давайте сделаем вот таким вот образом. Плюс вот таким вот образом. Отлично! Кто-то просрал армию скелетов. Не будем тыкать пальцем, как бы. Так, ребятухи, окейшки. Я пытаюсь, я стараюсь. Я прозапал. Давай немножко. Найс. Евген из Липецка. Давай, досвидулик, бро. 28 кубков. Пожалуйста. То, о чём я вам и говорил. Плюс 3 короны, ребятухи. И, как вы сами видите, на нашем счету практически 3500 трофеев. И знаете что? Наверное, ребятухи, на этом я сделаю небольшой перерыв. И видосик мы закончим. Ожидайте сегодня второй серии. Посмотрим, что из этого дела получится. Я очень надеюсь на то, что я не солью все кубки, потому что тогда это будет 100% конец. 100% просто габелыч. И всё. Поэтому надеюсь, что всё будет здорово. Спасибо за поддержку. Увидите сами, что случилось у нас в конце. И могу сказать одно. Да, это жёстко. До скорых новых встреч. Всем покеда. И давайте, ребятухи, удачки.